здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия яйника сегодня мы вяжем вот такой вот шикарный воздушный палантин я его вязала из вот этой вот детской пряжи 100 граммах 4 416 метров ушло у меня 4 мотка то есть 400 граммов при толщине 416 метров вижу я его также из ангоры из махера из чего угодно но единственное что хочу сказать к пряже как бы пряжа должна быть легкая легкая она не должна утяжелять это изделие поэтому выбирайте максимально легкую воздушную пряжу вот девчонки кто в россии пожалуйста пишите в комментариях чтобы вы посоветовали своим соотечественницам потому что я действительно я если бы я знала какая пряжа у вас есть на ощупь видела бы и я бы вам посоветовала вот а я советую по тактильным ощущениям как бы легкая воздушная пряжа которая не будет утяжелять это изделие вот значит вязание начинаем мы с карманов они будут привязаны в процессе все я буду показывать на мини версии и а объяснять как бы на макси версии значит для начала 37 петель у меня составляет карман плюс 60 рядов высоту то есть нам нужно для начала связать две заготовки вот я буду вязать заготовку из 10 петель платочная вязкая лицевыми петлями 4 5 6 7 8 9 10 давайте 12 11 12 и вяжу лицевыми петлями вот мой карман смотрите я буду так узор девчонки узор ссылка под видео в описании подробное описание этого узора уже давно я его снимала и давно вижу этот палантин все никак не руки не дошли снять видео вот наконец-то просто лицевыми петлями вяжу заготовки 60 рядов высота ширина 37 петель и по последнюю кромочную я вяжу лицевой это нужно для нам для того чтобы край у нас хорошо присоединялся если вязать изнаночная она там будут вытянутые петли в общем вяжу я две заготовочки на карман и далее приступим к основному вязанию так и так у меня вот такие вот две заготовки одну я петли закрыла а вторую оставила на спицах вот тоже самое понятное дело что то же самое делаете вы так далее далее переходим к основному полотну который у нас составляет 50 сантиметров это 101 петля мы набираем сто одну петлю и вяжем платочной вязкой точно также как карман при этом последнюю кромочную мы тоже вяжем лицевой вот для получения вот такой вот зубчатого края и так я набираю для образца вы набираете сто одну петлю и вяжите 12 рядов платочной вязкой также так чтобы вам было видно вот здесь вот у нас 12 рядов связала я образно говоря эту планку значит вот она здесь видно да эти 12 рядов сантиметрах могу вам сказать это три сантиметра давайте здесь я все пропишу 3 сантиметра теперь отделяем мы боковушки в платочную вязку центральную часть мы вяжем основным узором и в конце тоже по 7 петель мы оставляем платочной глади по краям средние 87 петель мы вяжем основным узором который у нас под видео ссылочка 7 петель далее у нас идет узор там начало узора это у нас там начинается он с резинки перейдите посмотрите попробуйте для начала узор очень простой но тем не менее очень красивые можете поставить здесь маркеры отделить по 7 петель и вяжем ровное полотно вот от начала вязания до кармана у нас 20 сантиметров то есть вот здесь вот я нарисую что от начала вязания 20 сантиметров вместе с этой планкой смотрите сейчас мы берем вот эту вот часть которая у нас осталась на спицах ее мы будем привязывать значит разделение петель которая какое у нас до кармана 32 петли после кармана 32 петли это включая все начало вязания до кармана провязывайте 32 петли вот считайте прям с самой первой петли так вот когда вы провязали 32 петли берете карман которую у вас заготовка и просто его привязывайте вот берете здесь вот эти петли они у нас в узоре но сейчас их просто провяжите лицевыми вот эти вот 37 сколько у вас карман пока не прикрепите карман значит с передние петли я перри переснимаю на заднюю с передней спицы переснимаю на задней провязываю вместе таким вот образом мы присоединим карман поэтому мы и не закрывали эти петли вот когда мы присоединили все петли вот эта спица уже не нужно пока нить которая осталась мы ее привязываем вот и вяжем до конца ряда по узору какую над как каким мы вяжем вы конечно же узор можете изменить да я кстати забыла об этом сказать узор можно изменить английская резинка хороша будет крючком можно тоже связать по вот этим вот главные мерки соблюдать здесь восстанавливаем узор и продолжаем наше вязание до конца ряда присоединять карман мы будем в лицевых передах а изнаночной будем провязывать вот таким вот образом без изменений так и как же мы будем присоединять вяжем до кармана по узору так и вот здесь вот видите мы изнаночной петли начинали вот она вот он наш первый ряд его хорошо видно и кромочная петля почему мы вязали изнаночными петлями ой лицевыми петлями чтобы был этот узелок мы хватать будем за этот узелочек так вначале мы вот эту изнаночную петлю снимаем и на спицу одеваем как бы петлю из этого узелка и провязываем 2 вместе изнаночной далее вяжем по узору и здесь мы берем ту же изнаночную вот она у нас здесь спряталась потом будет видно хорошо здесь мы одеваем так здесь мы одеваем перед этой изнаночной и провязываем их вместе изнаночной то есть в начале после изнаночной в конце перед изнаночной и так далее девчонки каждый раз мы вот здесь очень хорошо на платочной вязке контролировать в том ряду мы находимся или нет сейчас я вижу ряд до конца изнаночной без изменения а в лицевом снова прикреплю этот карман к основной детали и так продвигая сверху по петелечка по рядочку мы прикрепляем весь карман за еще хочу вам показать самый последний ряд как 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 сделаете но хочу сказать кому непонятно вот это кто не сталкивался еще с этим карманом у меня есть подробное видео я оставлю ссылку под видео в описании там вы по петель на прям разберете этот карманчик научитесь будете уметь это для тех кому я сейчас потому что да действительно я сейчас объясняю поверхностно рассчитывая на тех кто уже бывал на моем канале и знает как вязать этот карман вот а почему объясняю потому что другой у нас немножко будет по-другому поэтому остановилась на кармане вы же кто в первый раз на моем канале перейдите по ссылочке в описании и научитесь вязать этот карман видите прямо из наборных петель я поднимаю последние петли чтобы карман был хорошо и его уже вот видите его уже не пришивать ничего не надо все крепенько красивенько ровненько все смотрится далее мы продолжаем вязать ровное полотно вот до следующего кармана то есть далее у нас ровное полотно не вижу так между карманами он у нас составляет здесь внимание здесь внимание у меня он составляет 140 сантиметров 140 сантиметров вы же смотрите у вас же рост будет свой потребности будут свои то есть на этом этапе вы можете откорректировать итоговую длину у меня он достаточно длинный если смотреть спереди и брать его как накидку то он получается длинный его можно сделать короче но это на ваше желание если вы допустим будете вязать из махера вам совершенно не нужно вязать короче потому что вы из махера им просто обмотаетесь потом сделайте из него капюшон шаль воротники и обмотайте его как хотите поэтому я рекомендую вязать именно такой длинный вот чтобы потом его можно было варьировать разные как бы варианты я на образце не буду вязать столько я просто сейчас вам покажу как бы вторую вот эту завершающую часть здесь у нас карман вяжется немного по-другому в принципе точно так же только нам же нужно подиниму эти карманы нам просто нужно отверстие поэтому мы начинаем знаете откуда снизу там где наборный ряд вот он я сейчас положу вот эту штуку чтобы на сером фоне белая хорошо видно было вам так значит второй карман мы начинаем там мы начинали с открытых петель и ввязывали их здесь же мы начинаем с наборного края привязываем это все а потом ввязываем распустим вот эти закрытые петли и вяжем безделье вот поэтому обратный отсчет тут идет в принципе тот же принцип только в обратную сторону да сейчас я довязываю до того момента сколько там было 32 петли до кармана вот они эту изнаночную я переснимаю потому что здесь вот так вот такие вот образом у нас будет смотрим потому что вот это вот лицевая сторона чтобы красивым краем у нас все было вот цепляем за как бы за наборные петли провязываем с этой изнаночной петлей видите я даже две подняла но это не страшно потому что это краешек и и его нам нужно как бы хорошенечко закрепить теперь вяжу средние петли до следующей петли у вас это 35 потому что 30 36 37 две петли у вас как бы за них цепляется и здесь вот я тоже одеваете прям в петли набора и провязываю изнаночной дальше я буду это цеплять за кромочные петли точно так же как и здесь вот так вот отворачиваем и потом вот видите здесь узелки кромочных петель за них я буду цеплять в каждом лицевом ряду и привязывать этот карман до верху точно так же как этот так вот смотрите я захватила вот предыдущем ряду лицевом последний ряд вот этот вот последний и теперь что мне нужно сделать не нужно распустить вот эти вот петли которые закрыты снова одеть на спицу и мы сейчас завершим этот кармашек их конечно можно не закрывать но дело в том что будет очень неудобно потому что вам придется вязать весь карман если в первом кармане мы его сразу же убрали эту спицу то во втором кармане вам придется вязать и все время со спицей привязывать этот карман я считаю что это неудобно то только из-за этого я как бы закрываю все петли а потом я их распускаю одеваю на спицу чтобы упростить просто это все дело здесь вот мы по сути делаем то же самое что мы делали в начале мы присоединяем этот карман к основному вязанию здесь нужно завязать узелком это все так и этот ряд я тоже провяжу лицевыми петлями просто для того чтобы простить это соединение то есть точно так же как в начале мы переодеваем нить с кармана на основную спицу вернее петлю и провязываем их две вместе то есть одну петлю с одной спицы вторую петлю с другой спицы с основной спицы таким образом у нас формируется карман далее мы продолжаем вязать точно такой же такую же часть как и в начале значит талмуды вот мы при это привязали карман это 15 сантиметров и далее у нас 20 сантиметров до конца когда мы все петли закроем из этого у нас три сантиметра платочной вязки и 17 сантиметров узора сейчас мы вяжем узор вот так как мы закончили рука карман закончить все платочной вязкой 12 рядов как вначале продублируем начало вот эту вот часть вот и все девчонки вот моя мини версия с понятное дело что здесь у нас длина 140 сантиметров вот она всего длина у нас 200 у меня вернее 210 сантиметров что не принципиально девчонки смотрите регулируйте по вашему желанию но я бы вот так вот и оставила вопрос потому что короче уже будет не тот эффект хотя смотрите тоже зависит от пряжи вот я вам предлагаю вот такую вот модель как бы с такими размерами а вы уже корректируйте уже видите это все на мне и корректируйте по своим желаниям рост у меня метр семьдесят так для понимания вот все на сегодня все девчонки всем пока с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока